Межсезонье Оно, конечно, подзадолбало порядком, гонок практически не проводится, реально успеваешь следить чуть ли не за всеми. В Формуле-1, казалось бы, вообще тишина. Впрочем, невидимая взору камер формульная жизнь кипеть не перестает, и я сейчас не о всевозможных трансферных слухах и прочих сплетнях из паддока. Болиды Подготовка машин к следующему сезону, которая начинается обычно чуть ли еще не с середины сезона прошлого, подходит к своему логическому завершению. Остается совсем немного перед тем, как взору болельщиков всего мира и, конечно же, конкурентам на зависть, ну, или на потеху, как это тоже часто бывает, будут представлены новые машины. Но перед тем, как им будет разрешено выйти на старт или даже поучаствовать в предсезонных тестах, каждый новый болид Формулы-1 должен пройти через очень важный предсезонный процесс и получить официальную сертификацию FIA. Здравствуйте, с вами Диванная Формула, и сегодня мы попробуем разобраться, как это самое важное испытание для болидов вообще работает. Сегодня поговорим про краш-тест. До 1985 года правил безопасности в автогонках было меньше и обязательных краш-тестов не проводилось. Но с тех пор многое поменялось, и теперь болид каждой команды должен пройти обязательную серию строгих тестов, чтобы соответствовать правилам FIA и быть допущенным до соревнований. В настоящее время эти тесты довольно часто обновляются, так как технология проектирования гоночных автомобилей постоянно развивается, а опыт предыдущих лет усваивается. В действительности большое количество трагических событий прошлого, типа таких, что происходили в выкенд Гран-при Сан-Марина 1994 года, где погибли Айртон Сена и Роланд Тратценбергер, а также в Италии в 2001 году и Мельбурне в 2002, когда погибали маршалы, все это дало жизненно важный толчок движению Формулы-1 в сторону безопасности. В современных гонках Гран-при безопасность является первостепенной заботой для всех участников, начиная от конструкторов и автодизайнеров и заканчивая гоночными чиновниками. Поэтому, как и любой дорожный автомобиль, Формула-1 должна пройти серию краш-тестов, прежде чем она будет готова к эксплуатации. На данный момент существует пять обязательных динамических испытаний, включающих два лобовых удара, один боковой удар, один задний удар и один удар о рулевую колонку, а также ряд статических испытаний для оценки способности шасси выдержать огромные силы, действующие на болиды гонщика при высокоскоростном столкновении или опрокидывании. Для проведения динамического испытания на лобовое столкновение, кокпит крепится к тележке и подвергается удару о твердую стену. Для проведения испытаний с боковой стороны и сзади, уже в свою очередь с тяжелой, тележка вдавливается в шасси. Для измерения того, что происходит с пилотом при экстремальном замедлении, используется специальный манекен для краш-тестов. Вес испытательного шасси, включая манекен, составляет 780 кг. Испытание на лобовое столкновение проводится со скоростью 54 км в час. Боковое со скоростью 36 км в час, а заднее со скоростью 39,6 км в час. Скорости эти могут показаться низкими, но выбраны они для того, чтобы позволить наиболее точно измерить способность болида безопасно поглощать нежелательный момент аварии. Точно определены пределы максимального замедления поглощения энергии и деформации. Например, в ходе фронтального испытания перегрузка, замеренная на груди манекена, не может превышать 60G в течение 3 миллисекунд после удара. А боковая часть кокпита также подвергается 30-тонной нагрузке, которой она должна сопротивляться без каких-либо доказательств структурного разрушения. Испытание рулевой колонки разработано таким образом, чтобы обеспечить ее безопасное разрушение в маловероятном случае удара головой водителя о рулевое колесо. Рулевая колонка устанавливается на горизонтальную поверхность, а 8-килограммовый объект направляется в центр рулевого колеса со скоростью 25 км в час. Вся значительная деформация должна находиться в пределах рулевой колонки. Перегрузка не должна превышать 80G в течение более чем 3 миллисекунд, а быстросъемный механизм руля должен нормально функционировать и после испытания. Кроме всего прочего, раньше при авариях одним из самых больших факторов гибели водителей были пожары. Но в настоящее время топливные баки также подвергаются строгим испытаниям на нагрузку, а выполнены они из кевлара, который используется на бронированных автомобилях. Благодаря этому вероятность получения травм в результате пожара в настоящее время практически равна нулю. Также на прочность проверяется и конструкция, защищающая болид от опрокидывания. Испытания проходят тремя способами. Боковым с нагрузкой в 5 тонн, в продольном в 6 тонн и в вертикальном в 9 тонн. Уровень деформации под нагрузкой не должен превышать 50 мм. Краш-тесты, конечно же, обеспечивают жизненно важную роль для лучшей подготовки гоночного автомобиля к испытаниям и невзгодам на арене гонки. И в силу самой природы этого вида спорта, натуральные краш-тесты на трассе не редкость и случаются практически в каждой гонке формул. Болиды, в свою очередь, имеют регистраторы данных, аналогичные тем, которые используются в самолетах, так называемые черные ящики. После любой серьезной аварии полученные данные отправляются в FIA для анализа. И в конечном итоге, через какое-то время, происходит несколько улучшений с точки зрения безопасности, включая новые краш-тесты и инновационные решения. Такие, как, например, фиксаторы колес или устройство HANS. Это специальная опора для головы и шеи. И, конечно же, последнее обновление безопасности HALA, который был представлен к сезону 2018 года Формулы-1 и теперь является обязательным во всех европейских чемпионатах для открытых колес. Повышение уровня безопасности, борьба за спасение человеческой жизни приводит к тому, что не только сам гоночный автомобиль адаптируется в соответствии с необходимостью повышения безопасности в F1. Проектировщики трасс, такие как, например, небезызвестные Герман Тильке, должны также придерживаться строгих требований. Таких, как минимальные критерии по количеству стоков или типы барьеров, которые должны присутствовать на трассе. Новейшие барьеры безопасности ТЭК-Про теперь настолько эффективны, что при ударе они поглощают энергию автомобиля и перемещают ее по всей длине барьеры. Все это, начиная от проектировки болида, заканчивая постройкой трасс, является решающим фактором защиты водителя, пилотирующего полностью заправленный автомобиль на скорости, порой превышающей 300 км в час. Признайтесь честно, ведь вы же смотрите гонки в том числе из-за зрелищных, будораживающих кровь аварий. Но ведь в действительности вы же не хотите, чтобы кто-нибудь погибал. Субтитры создавал DimaTorzok